С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Город Нарьинмар готовится ко встрече Нового года. Массовых праздничных мероприятий не предвидится в связи с ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситуации. Но праздничное настроение в оформлении центра и микрорайонов горожанам обещают. СПК ХАРП отметил 90-летний юбилей сельхозпредприятия, специализирующегося на молочном животноводстве и северном оленеводстве. Накануне в хозяйстве с рабочим визитом побывал губернатор Ненецкого округа. Ненецкий региональный центр развития и образования выиграл федеральный грант. Средства федерального гранта будут реализованы в 2021 году на оказание консультационных услуг родителям и опекунам, воспитывающих детей. Губернатор Ненецкого округа провел еженедельное заседание оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории региона. По данным Управления Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, за последние сутки в округе зарегистрированы еще два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящее время от ковида лечатся 82 жителя Ненецкого округа. Из них 10 человек находятся в стационаре, двое в тяжелом состоянии. Еще 523 человека самоизолированы на дому. Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. За последние дни прирост сохраняется. Тем не менее, мы принимаем все действенные меры для того, чтобы снять это напряжение, которое возникло в последнее время. В настоящее время на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции находится 72 человека. Все они получают бесплатные лекарства. Начиная с этой недели, амбулаторных больных обслуживает специально сформированная бригада медиков. Мы вывели отдельно бригаду, которая стала объезжать амбулаторных больных и ставить капельницы для того, чтобы течение болезни проходило более спокойно. Скажите, дало ли это свой эффект? Нет ли утяжелений амбулаторных больных? И продолжаем ли мы эту работу? Да, Евгений Алексеевич, эффект положительный есть. Мы сегодня видим по изменению цифр в лучшую сторону в качестве сокращения пациентов, в том числе и в стационаре. Это говорит о том, что и это мероприятие, и комплекс других мер, которые были за последнее время приняты, они дают положительный эффект. В ходе заседания обсудили предложение профильного департамента и приняли решение о продлении режима ограничительных мер на территории Нинецкого округа до 31 января 2021 года. Коллеги, действительно было бы правильно людям понимать, как проводить новогодние рождественские праздники, будет ли возможность куда-то вылететь, выехать. Поэтому было бы правильно ограничительные меры продлить. Если вдруг эпидемиологическая ситуация начнет меняться в лучшую сторону, естественно, мы эти ограничительные меры снимем. В ходе заседания также шла речь об обеспеченности медицинских учреждений необходимыми лекарствами, а работников здравоохранения достаточным количеством транспорта. Здесь проблем нет. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север. СПК «Харп» отметил на днях 90-летний юбилей сельхозпроизводственного кооператива. Накануне с рабочим визитом в поселке Красное побывал губернатор Нинецкого округа и оценил производственные успехи СПК. Глава региона посетил молочную ферму хозяйства, убойный пункт и фирменный магазин кооператива «Харп». В новое здание молочной фермы хозяйство переехало в октябре 2017 года. Строили объект меньше года на условиях софинансирования и загружного бюджета. Из казны «Харп» получил 25% от общей стоимости здания. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 58 голов. Корма в СПК заготавливают и хранят по современной итальянской технологии. Харповские буренки обеспечены на эту зиму кормами в полном объеме. Компания у нас в этом году прошла хорошо. Значит, выполнена на 100 с лишним процентов план по заготовке сена и по заготовке сенажа. На убойном пункте СПК в эти дни идет убойная компания. Она стартовала в этом году почти на две недели позже привычных сроков. Здесь с неблагоприятными погодными условиями, то, что реки не встали. У нас все стады находятся за Нерутой, Ортина. Малые коржи, большие коржи нужны против реки. И в связи с этим, с неустановкой ледостава, мы не могли просто раньше начать. И снега не было. И сейчас снега в тундре нет. До начала убойной кампании в хозяйстве провели капитальный ремонт «Кораля», протяженность которого составляет 3 километра. Также произвели косметический ремонт убойного пункта. В этом году хозяйство планирует заготовить около 140 тонн оленины. Большая часть отправится на переработку в акционерное общество мясопродукты. 120 вместе с продуктами первой категории на мясокомбинат. Остальное мы будем перерабатывать на своем цехе переработки. Особая гордость хозяйства – магазин, где представлен широкий ассортимент продукции, производимой в Харпе. Здесь и молочка, и мясопродукты, и северные ягоды. Шкуры, перерабатываемые на предприятии в специальном барабане, тоже идут в дело. Из них изготавливают различную меховую продукцию. Магазин в поселке Красное пользуется популярностью у горожан. Они здесь частые гости. Не удержался от покупок и глава региона. Крепким хозяйствам хочется помогать, отметил Юрий Бездудный в ходе рабочей поездки в Красное. Потому что видно, что все это уходит в производство. Это и рабочие места для местного населения, и собственные продукты высокого качества. В целом, действительно, предприятие очень-очень крепкое. Помимо производства продукции, делает свою переработку. Мы зашли в магазин, посмотрели. Сливки, сметана, творог, масло. Это все продукты переработки молока. Убойный цех. Прекрасное организованное производство. Действительно, хорошо организованное. В честь 90-летия юбилея предприятия губернатор вручил коллективу СПК «Харп» благодарность за вклад в сохранение и развитие северного оленеводства и молочного животноводства. Впрочем, деятельность предприятия можно рассматривать и по другим направлениям. Это выделение рыбопромысловых участков. За данной задачей мы справились, помогли кооперативу, в том числе и Ерву, которая на территории Красного осуществляет деятельность свою. То есть были выделены рыбопромысловые участки в тундровых озерах, чтобы можно было добывать рыбу для собственных нужд. Как отметил руководитель профильного департамента Альберт Чебдаров, по просьбе руководства хозяйства ведомство планирует изменить порядок субсидирования оленеводческих хозяйств. Если ранее субсидия распространялась только на то мясо, которое давалось при направлении на мясопродукты, то сейчас даже то мясо, которое хозяйство самостоятельно перерабатывает, на этот объем тоже можно будет получать субсидию. В целом хозяйство получает субсидии на развитие молочного животноводства и оленеводства порядка 30 миллионов рублей из окружного и федерального бюджетов. В 2021 году будет приостановлено действие закона о создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Неницкого автономного округа. Такое решение было принято парламентариями в ходе 31 сессии. Закон о проектах расселения граждан из домов, признанных ветхими и аварийными, был принят в 2019 году. Главой региона было предложено выкупать квартиры горожан по средней рыночной стоимости, чтобы ускорить процесс расселения. Известно, что бывают ситуации, когда люди стоят на очереди, а эти люди все стоят на очереди. Сегодня прозвучало, что они потеряли очередь. Это не так. Все люди, которые живут в ветхом аварийном жилье, посчитаны, и все стоят на очереди. У нас работает региональная программа по переселению, соответственно, финансируется федеральной властью. Она не отменена, она как действовала, так и действует. Но для того, чтобы улучшить работу этой программы, был придуман закон о выкупе. В связи со сложным формированием доходной части окружного бюджета в 2021 году, депутатами принято решение о приостановлении этого закона. В 2020 году на эту программу было выделено 282 миллиона рублей, и они были благополучно освоены. То есть люди получили эти деньги и смогли купить себе жилье, переехать туда, куда им нужно. Но в этом году у нас бюджет гораздо хуже, поэтому этот прогрессивный закон, который позволял ускорить процесс сноса ветхого аварийного, к сожалению, пришлось приостановить. Ну и, как было сказано, будет бюджет, получше будут новые налоговые поступления, соответственно, этот закон мы обратно запустим в действие. В Ненецком округе наградили победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года». Победителями стали две организации, ведущие активную социальную работу с детьми, в том числе особенными. Даже это пособие, оно настолько уникально и универсально, благодаря которому ребенок погружается в сказку и учится многому, и учится в большинстве своем сам. Сказочный фиолетовый лес – так называет свой детский развивающий центр «Лучик» Ольга Вокуева. Уже более двух лет педагоги этого центра обучают малышей с двух до девяти лет самым разнообразным знаниям и навыкам. Чтение, математика, логика, мелкая моторика – это лишь малая часть того, что есть в образовательном арсенале центра «Лучик». Все пособия, вся среда, организованная в нашем центре, она позволяет детям манипулировать играми. Те игры, которые мы предлагаем, они могут использоваться как, допустим, на столе, также плавно ребенок может эту игру перенести и прикрепить ее к ковролину, размещенному на стене. То есть разная игра может быть использована в разных вариациях. Именно это позволяет ребенку развиваться, помогает развивать воображение у детей. Родители доверяют специалистам «Лучика» и не зря. Накануне детский развивающий центр получил диплом победителя регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства» в сфере дополнительного образования и воспитания детей. Сейчас в основном мы работаем с детьми в той категории, которая все-таки в нашем регионе мало задействована. Дети-дошкольники сейчас находятся на том этапе, когда им необходимо оказывать помощь. И родителям нужна помощь в плане консультирования. Потому что очень часто, когда родители приходят, они задаются вопросом, а вот как и чем занять ребенка? Потому что в большинстве своем многие родители прибегают к обычным гаджетам. Очень редко встречаются те, кто в своей обычной жизни использует настольные игры. Также награждена дипломом победителя в номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания» председатель региональной общественной организации «Особое детство» в Ненинском автономном округе Татьяна Вепрева. Благодарственным письмом Департамента финансов и экономики Ненинского округа за участие в региональном этапе награждена руководитель благостудии «Мудрая совушка» Марина Копылова. Наши социальные предприниматели, которые сегодня получили награды, они в основном занимаются с детьми. И дети требуют особого подхода, дети сложные, с которыми они работают. И, конечно, это узкие направления, которые в больших городах, может быть, бы не было такой потребности. А вот у нас на Риммаре радует то, что есть такие предприниматели, которые могут взяться за это и достаточно на хорошем уровне, высоком уровне оказать эти услуги. Победители представят округ на федеральном этапе конкурса «Лучший социальный проект года» в декабре. Конкурс проводится ежегодно с 2015 года и входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается прием заявлений от подростков на летнее трудоустройство в 2021 году. Трудоустроиться могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет, желающие работать в свободное от учебы время. Для этого необходимо заполнить анкету в Центре занятости населения Ненецкого округа. Проживающие в сельской местности могут направить анкету почтой. Также подать заявление можно через портал госуслуг. Уже завершается формирование базы работодателей на 2021 год. На сегодняшний день окружные организации готовы предложить подросткам более 800 вакансий, пояснил руководитель Центра занятости населения Ненецкого округа Юрий Сидеев. Ненецкий региональный центр развития образования выиграл федеральный грант. 2 миллиона 900 тысяч рублей будут направлены на развитие консультационного центра по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и законным представителям несовершеннолетних детей. Средства федерального гранта будут реализованы в 2021 году на оказание консультационных услуг родителям, а также гражданам, желающим взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, а также на дооснащение центра необходимым оборудованием. Это уже второй грант, который получил консультационный центр. Отметим, что грантовая поддержка регионам осуществляется в рамках национального проекта образования. Грант предусматривает собой создание таких консультационных центров на базе регионов. То есть в данном случае мы понимаем, что это, конечно, и закупка уртехники, и мебели, и заключение договоров гражданского права характера с теми людьми, которые будут оказывать услуги. Это не только психологи, логопеды, методисты, это и педагоги могут оказывать помощь. Ну и разработка различной печатной продукции, методических материалов для наших граждан. Консультационный центр открылся в январе этого года на базе Центра ДАР. За это время за психолого-педагогической и методической помощью в центр обратились более 8 тысяч жителей региона. Вопросы, с которыми чаще всего обращаются родители, касаются самых разных сторон воспитания. От организации режима дня до подготовки КИГ. Вопросы касаются адаптации в новых условиях учебы, и вопросы агрессивности детей очень часто возникают у родителей. Вопросы сдачи единого государственного экзамена, вопросы принятия ребенка в семью, какие могут риски быть, какие документы собрать. Все эти вопросы поступают, и специалисты оперативно, будем говорить, решают в мере поступления эти вопросы. Консультации для граждан предоставляются бесплатно, как в очной, так и в дистанционной форме. По запросу родителей подбираются индивидуальные пакеты методических материалов в соответствии с возрастом ребенка. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Нарьинмар продолжает готовиться к Новому году. Главную елку города уже начали устанавливать на площади Марацеи. Кроме того, символ праздника в этом году уже установили и в некоторых микрорайонах Нарьинмара. Александра Литкова расскажет подробнее. Новогоднее оформление улиц и площадей Нарьинмара идет полным ходом. Гирлянды и елки уже установлены в нескольких микрорайонах города. В этом году елку в микрорайоне Кармановка установили в новом месте в торговом сфере. Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» продолжает работы по новогоднему оформлению города. На данный момент украшено много территорий, в том числе торговая территория в районе пересечения улицы Ленина и улицы 60 лет СССР. В прошлом году здесь живая елка была украшена гирляндами. Людям как бы понравилось, поэтому было принято решение приобрести светодинамическую елку и установить на данном объеке. Жители микрорайона уже успели оценить новогоднюю красавицу и признаются, что, несмотря ни на что, готовятся к предстоящим праздникам. Еще очень красиво, что вот она переливается, еще вторая елочка тоже светится. Здесь очень здорово. И вообще первая елка в городе, как я видел, это было очень классно. Когда шел, было очень приятно это видеть. А я думал, мало ли, сейчас с карантином Новый год отменят, даже елок не поставят. Слава Богу, что-то все-таки есть. На днях главный символ Нового года начали устанавливать на площади Марацей. К 5 декабря елка будет готова. В середине декабря на площади установят горки и световые шары. Параллельно идут работы по установке световых композиций и гирлянд на улицах города. Напомню, в этом году оформление на Ренмарок праздником начали немного раньше и планируют завершить к 25 декабря. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.